Вот это что такое? Проиграем? Что? Ааа, боже, это какое-то пение. Ангельское пение. Всем хай! С вами Южин, и сегодня мы с вами снова играем Voices of the Void. Та самая игра, где ты придумываешь сам, каким образом сойти с ума. И сегодня, судя по всему, мы будем сходить с ума с помощью уборки, потому что невозможно работать, когда такой бардак вокруг. Трудно думать о великом, о космосе, думать трудно, а мне хочется думать о нем. Да и вообще уборка полезная штука, ведь наводя порядок в рабочем пространстве, ты наводишь порядок в голове. И так мозг работает эффективнее. Но уборка еще и очень утомительная штука. Смотрю на этот завал и понимаю, что все свободное время потрачу на разгребание хлама, который даже не я оставил. А так хочется свободное время просто посидеть, почитать что-нибудь. А чтение, кстати говоря, тоже полезная штука, ведь она помогает наполнить мой разум новыми идеями. Но для этого надо, чтобы был порядок в голове. Короче, нужно делать два дела одновременно. Поэтому я сяду за стул и буду читать книжку, а уборку я сделал с помощью специального мобильного приложения. Ладно, такого приложения еще не придумали. Но зато придумали отличное приложение для чтения Bookmade, в котором всегда можно найти книгу по душе. Причем по одной подписке мне доступен весь каталог без ограничений. Тут можно не только читать, но и слушать книги, что очень удобно, если есть много неотложных дел. Зов к Тулху Говарда Лавкрафта одна из моих любимых книг, и она идеально дополняет здешнюю атмосферу. Проворная двинулась с места и медленно начала удаляться от этого неописуемого ужаса. Как же мне нравится манера повествования Лавкрафта. Ты сам не замечаешь, как с текстом твой душа потихонечку прокрадывается тревогой. А когда свободная минутка все-таки находится, и хочется больше не слушать книгу, а читать самому, в Bookmade есть классная фича. Электронные и аудиокниги синхронизируются. Можно переключаться с аудио на текст и обратно с сохранением места, на котором ты остановился. Это очень удобно. Рекомендую и тебе попробовать. Уверен, Bookmade станет незаменимым источником вдохновения. И, кстати, у меня тут где-то на столе был записан промокод. Ах, вот он. Sagas Book. Сюда вам его прикреплю. Он дает доступ ко всему каталогу Bookmade бесплатно на целых 45 дней. Качай Bookmade по моей ссылке в описании. Тебе точно понравится. Господи, почему так все срано? Мне казалось, было чуть получше у нас. Может быть, у нас есть какие-то с вами задания на сегодня? Ежедневное задание. Проверьте этот спутник и сделайте доклад. Танго, Янки, Кюбик. И нужны три сигнала уровня 0. Боже мой, это очень долгое задание. Потому что один сигнал очень долго нужно обрабатывать. Им целых три, блин, надо. Здесь оставим тебя. И давайте что-ли искать. Стоп, стоп, стоп. А вот же прям рядом. Прям рядом сигнал есть. Очень удобно. Понеслась. Пингуем. Ну, как там мы делаем? Значит, сначала нажимаем вот эту кнопочку и начинаем прокручивать. Стоп, 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 стоп. Давайте до соточки сейчас доберем. Есть! Полярный фильтр откалиброван. Выключаем. Все правильно? Все правильно. Теперь работаем с соткой. Тихо, 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 пошло. Теперь мы можем потихонечку добирать нужную частоту. Сто, стоп! Уу! Сохрани сигнал. Или еще рано. Точно, он же должен скачаться. Эффективность очень маленькая. Эффективность. Ладно, это надолго. Оставим пока. У нас с вами 14 денег. Еда в принципе... Ладно, надо пойти поесть. Свет включить. Дверь закрыть. В окна желательно не смотреть. Смотрите, хорошо кушается. Очень хорошо кушается. Сухой паек. Итак, магазин. Нам нужны контейнеры, да? Канистра. Нет, не то, не то, не то. Прочие. Возможно, впрочем, будут здесь пакеты. Мешок для мусора. Раз, два, три, четыре, пять. Да давайте на всю. 14 купим. Заказать. Хотя я знаю, что это дрон, он бездушный и помочь мне ничем не сможет, но мне как-то комфортнее, когда он здесь. Привет, дружище! Я тут потихонечку схожу с ума без тебя. Ты мне мешки для мусора притащил. Такой ты предусмотрительный. Собираем все мешки. А как мне собирать-то это дело надо? Вот так? Ой. А, во. Как это неудобно. Ну ничего, просто делаем уборку, которая, блин, не делается. Что это был за звук? Мне показалось, я что-то услышал. Слышите? Оно здесь? Оно в мусоре? Погоди. Оно убежало! Оно было там? Это не глюк. Нахрен, 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 нахрен. О! Это мешок, ладно, это мешок. Фу-фу-фу-фу-фу. Вот этого я никак не ожидал. Просто убираю мусор, не думая о том, что тут водятся какие-то странные существа. Оно явно звало меня этим постукиванием. Оно играло со мной. Или что, мусор ело мой? Раз я уже стреманулся, почему бы нам не почитать? Немного страшных историй. День восьмой. Я думаю присматривать за этими грибами и теперь мое новое хобби. Они растут быстро и выглядят красиво. Сегодня я хотел переставить мебель в этой помойке и нашел люк. Глубокая темная дыра. О боже мой. Я исследую ее завтра. В последнее время я нахожу много объектов в небе. Четыре звезды и три планеты. Кучка астероидов и один объект, который я не вижу. Очень странный. Мой разум в порядке. Винни и куча грибов теперь моя компания. Не могу отсылать почту и чатиться с моей командой. Эта система идиотская. Безопасность. Безопасность от кого? От пришельцев? Да им стопудово плевать на эту планету. И я сомневаюсь, что они вообще существуют. Хорошо, мы закончили с чтением дневников на сегодня. Ну его нахрен дальше читать. Что еще можно сделать, пока у нас нету очков и нечего делать особо? Мы ждем, пока сигнал скачается. Есть тут ящик, который невозможно использовать, потому что его надо разбить. Здрасте! Бургер! Собрать. И еще один сухой паек. Собрать. А что там у вас? 33. Погодите, а что это такое? Это необычный рисуночек. По-моему, в прошлые разы были какие-то планеты. А это похоже на что-то квадратника. Возможно, машина. Хотя звезды мерцают. Может быть, это космический корабль. Вот бы прикольно. В кавычках, если сейчас реально пришельцы какие-нибудь будут. Знаете, что я думаю? Я пойду спать. Да. Я пойду спать. Я бы хочу свет и использую кровать. Я в ожидании какого-нибудь кошмара ночного неприятного. И хотя я знаю, что предыдущие кошмары никак мне не вредили, я не понимаю, может ли появиться кошмар, который все-таки мне навредит каким-то образом. Ооо, нет. Блин. Ой, блин, какая хрень, какая хрень, какая хрень, какая хрень. Очень неприятно это выглядело. Мне же глаза заболели. Пожалуйста, она догоняет меня. Ну хватит. Нет, нет. Черт. Так, знаете что? Я спать. Мне похрен. О, дрон прилетает. Опять дождь начинается. Ты что, у тебя? И вот дрон улетел, а я все проспал. Все. Сто процентно восстановили свой сон. И заметили, что долго электричество не вырубало. Это приятно тоже. Так, по еде. Значит, ням-ням-ням. Пушим бургер, чтобы хороший завтрак был. Кстати говоря, у нас нет информации о кубике совсем. А еще есть форма отчета Ромео Дельта. Погодите. Ромео Дельта Эко. Вот она. Ромео Дельта Эко, да. У меня есть этот отчет, но какого-то фига он у меня все еще здесь, я его не отправил. Может, сначала это отправить нужно? То есть, мы вот так делаем. Один диск у нас уже имеется. Открыть. Первый у нас уже имеется. Хорошо. 36 только загружено. Ты охренел. О-о-о-о. Не откалибровано. Ни хрена. Он, скорее всего, так и будет искажаться, потому что не откалиброваны спутники. Давайте попробуем это сделать отсюда. Так. СД Калал. Калибровка всех спутников. Виктор не отвечает. Ой, в жопе самая находится. Придется сгонять к Виктору. СВ таргет. Виктор. Ну, пойдемте. Пока светло. Так. Че у нас по топливу? Как понять? Здесь топливо 40. Должно хватить. Э, нахрен камни. От Виктора поедем к Юбику, потому что у нас нет его хэш-кода. Сегодня прекрасная, всратая, дождливая погода. Все, как я люблю. А вот и Виктор. Ну, давай, Вить, говори, че, где болит? Что беспокоит? Вот, что тебя беспокоит. Понятно. Естественно. Что еще? Красная опухоль твоего сервера. 347. Ура! Мы починили тебя, Вить. Давай-ка мы тебя откалибруем. Смотрите, калибруется, калибруется, калибруется. Хорошо. Умница. Че еще? Гольф не отвечает. Блин. Кау. Нам нужно Янки узнать. Лима, Кюбик, Виски. Значит, давайте сначала Кюбик найдем. Видать, Кюбик это ты. Все верно. Давай-ка мы тебя откалибруем, конечно же. Откалиброван. Дельта не отвечает. Вот тебе проклятые. Значит, что у нас не отвечает сегодня? Дельта не отвечает. Гольф, Барахлит. Даже не помню, что там еще. И хэш Кюбика. Значит, 1, 6, 9. Си, 2, 6, 6. 9, 2, и. Давайте все запингуем и посмотрим, что у нас не работает. Гольф, Дельта, Чарли, Джулиет, Факстрат. Боже мой, не запомню. Гольф, Дельта, Чарли, Факстрат. Еще Джулиет. Вот эти вот говнючки у нас шалят сегодня. Нам нужно еще на Янки сгонять, на Лима и Виски. Для начала я бы вернулся на базу себе. О, стоп, погодите. По пути Джулиет здесь у нас появилась. Отлично. Я хочу на базу сходить, потому что надо спланировать маршрут правильно, а то я буду туда-сюда ездить. Ах ты, гребаная, Джулиет. 6, 7. Погодите. Что он интересное нашел? Мусорные баки. Интересно, что если мы тебя откроем и мешок вот сюда. Блин. О, он его схавал. Эй, куда ты его выплюнул? Вот так. Что, бездонный? Ну-ка. О, он может очень много что-то... Где мешок? Он скатился. Куда он делал сварь? Исчез. Возможно, разлетелся. Давай, кушай. Мне нравится. Давай, жри. Все. Опа. Смотрите. Можно так делать. И камешек исчезает. Оп. Мне нравится это. Погодите, мы можем так как пылесос его использовать. Сейчас надо так делать. Оп. Во. Вот так. Так. Все забрал. Отлично. Вот так забираем. Вот так. Какой удобный мусорный бак. Ладно, на самом деле гораздо проще это делать классическим способом. Вот так. Эээ. Такой мусор не подойдет, оказывается, ему. Какой привередливый бак. Я опять влекся. Я не хотел этим заниматься. Я хотел маршрут составить. Дельта это вот этот. Нам нужно починить Фокстра, Дельта... Но в первую очередь нужно Янки, Лима и Виски. Узнать их хэш-коды. Янки, Лима, Виски. То есть сначала давайте в Лиму пойдем. Значит, СВ хэш-хэш. 1-1-9-0-1-A-D-D-9-F. Следующий будет у нас Янки. Топлива мало осталось. Ничего. Надеюсь, доживет до конца этой поездки. Ну, здорово, Янки. Ой, какой здесь красивый вид отсюда открывается. Вау. Вот тут дерево тоже выглядит интересно. Такое одинокое стоит. Интересно, почему они так сделали. Это знак. Мне стоит туда пойти. А вот это тоже любопытно. Но, правда, здесь забор, который ограничивает мое перемещение. Что, если я могу туда пойти? Насколько я помню, где-то здесь был обреж в заборе. Значит, можно попробовать туда пойти. Ладно, давайте не будем отвлекаться пока что. Здоров, Янки. СВ хэш. 2-4-7-6-D-D-7-6-7-0. И последнее это Виски. Что за звук? Что? Чего? Это что такое? Это моя книжка. А это что за книжка? Это, походу, моя старая книжка. Я нашел свою старую записную книжку, вот где я ее оставил. Ладно, теперь нам нужно найти... Что у нас там? СВ? Таргет. Уиски. Это куда-то туда ехать. Ладно, просто тормоза отпускаем и покатились с помощью силы гравитации. Сейчас с такой скоростью буду ехать охренеть. Пришельцам такое и не снилось. Воу, такая вот маневренность. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Боже мой, боже мой, боже мой, главное не всрать окончательно. Ни разу даже не врезался. Я просто не знаю, мне кажется, я не смогу вернуть квадроцикл, если я вдруг его полностью сломаю. Ну что ж, виски, СВ, хэш. Ой, как меня радует, это последний хэш-код. Получается, я записал абсолютно все. Запингуем всех их, посмотрим, что у нас не работает еще. Гольф, дельта, чарли. Хотел. Хотел всрался еще. И кило. Чарли. Хотел и кило. Кило. Ты где? У нас нет кило. Ах, ублюдство какое. Ой, неужели я пропустил кило? Не. Хорошо, давайте найдем кило. Блин, теперь я не могу достать до моего квадрика. Придется это делать таким вот хитрым способом. Надеюсь, кило рядом. Простите. Потом починим. Приветствую, кило. Походу, я здесь ни разу не был. Он еще не работает. Два. Два. Покажи мне свой хэш-кило. Не бойся, не стесняйся. Ф-5-9-F-2-0. О-о-о, мне нравится твой хэш. Какой длинный. Мы можем что-нибудь ближайшее попробовать починить. Например, хотел. Да, блин. А, так коряга лежит. Все эти звуки издаются. Смешается мне. Все, надо починить и на базу. Темно, страшно, темно, страшно, темно, страшно. Быстрее, быстрее, быстрее. Где мой квадрик? Фар включаем, едем домой. Звуки. Ох, еще больше звуков. А вот и база. Ах, хорошо, закроем на время. Все-таки ночь становится как-то жутковата. Пожалуйста, ты скачалась. 42%. Ой-ой-ой-ой. Придется подкрутить вручную это дело. Стой, 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 стой. Вот так. Хотя выключить тебя, включить. Ну, как-то так. Смотрите, она сбивается все больше. Но хотя бы мы скорость подрегулировали. Надо не отходить от этого места. Следить внимательно. Но у нас уже сон. Так. Ладно, погодите, магазин. Нам нужно купить важное. И это батарейка. Блин, 10 стоит. Охренели. Мы по ночам теперь не будем никуда ходить. Поэтому фонарик пока подождет. Канистра топлива. 25. Ну, то есть, в принципе, все, что мы можем. Ладно, заказываем. Мерси. Окей, как это делалось-то, я уже не помню. Типа так. О, мы заправили. Пойдемте, может, поспим? Двери закрыть. Свет выключаем. Спать. Очень, очень много болней. Ты, боже мой, какая агрессивная погода. Ну, здорово. Я выспался, а время только час ночи. Я знаю, что я сделаю. Мне нужно тот мусорный бак себе забрать. Сейчас буду все туда скидывать. Дорожника. Все равно я могу ничего особо делать. Да и не хочется как-то. Я лучше займусь уборкой. Давайте уберем нашу спальню. Запрыгивай. Открою свой ротик. Теперь давай все вот это вот собирать. Ой, это будет долго. Но мы постараемся. Да блин. Он должен каким-то пикселем коснуться портала. Черной дыры вот этой, и тогда она исчезнет. Вот так. Так, просто макаешь туда, оп, он исчезает. Жалко только вот этот мусор нельзя. Его обязательно нужно в мешок. Слушайте, мне кажется, батарейки использованы тоже надо в утиле. Вот эта ширма. Пусть она просто закрывает нам окна. Я не хочу смотреть сюда. Вот здесь будешь стоять. Сволочь. Как-то так нормально, по-моему. Фух. Должен сказать, что комната стала гораздо приятнее, по ощущению. Мне дышится в ней гораздо легче. Однако смущает вот эта дырка. Я думаю, мы возьмем одну из ширм и поставим ее здесь. Как будто дырки и нету. Правда, здесь есть еще вот этот череп. Но как-то не хочется его выбрасывать, потому что это память о том, кто работал до меня. Поэтому поставим его здесь, я думаю. Вот. Мне кажется, очень неплохо смотрится. И что еще мы можем сделать? Я бы вот этот мусор куда-нибудь выкинул. И кажется, я знаю куда. Тут же есть прекрасная дыра. Она отвратительная дыра. Из-за нее мне некомфортно. Но она прекрасная. Это дело касается мусора. Так, сейчас будем швырять. Оп. Шикарная дыра. Лучшая. Мой собственный мусоропровод. Честно, мне самому не верится, что я убрал эту комнату. А, погодите. Надо сейчас это так сделать. Дыра напрягает. Отклонения все больше. Постоянное отклонение. И все потому, что все серваки начинают вылетать. Нам нужно и до Виктора, до Хотела, Гольфа. Господи, целая куча. Дельта, Факстрат, Чарли, Гольф, Хотел. Чарли, Дельта, Факстрат, Гольф и Хотел. Вот они все рядом. За чего более дальний Виктор. А, Виктор дальний. Да, значит, короче, мы идем так. Чарли, Дельта, Факстрат, Гольф, Хотел. Побежали, побежали, побежали. Чарли готов. Вот это что сейчас было? Звук был настолько омерзительный и стрёмный. То есть этот звук был не похож на звук обычного удара квадроцикла. Так. Звуки, 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 звуки. Шаги. Мать, мама, мама, мама. Что-то бегало здесь. Блин, я не успел взбеситься тому, что электричество отключилось. Меня сразу напугали. Как раз таки сейчас мы настроим тот трансформатор на 100 циклов. Тогда-то я еще об этом не знал. Это, наверное, последний трансформатор, который вырубился из-за того, что мало циклов у него было выставлено. Мы здесь. Пожалуйста. Пожалуйста. Ой, как здесь срано все. Пожалуйста, работай впредь очень долго. А почему? А кнопку надо нажать. Все. Ладно-ка, нам снова нужно вернуться к нашим. А, не сначала надо на базу, чтобы все перезапустить. Все рычаги снова вниз. Ой, 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 ой. Все, все работает. Все хорошо? Ты качаешься? Оно качается. Это хорошо. Фокстрот находится здесь. Дальше гольф и хотель. Новая информация. Сиера теперь не отвечает. Запишем это, запомним это и припомним потом. Воу, 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 воу. Это было плохо. Это было опасно. Что за говно? Эй, хватай, хватай, хватай. Тихо, тихо, тихо. Что происходит? Почему я иду куда-то? Все, встать. Я понял, что такое у нас голод. Сраный голод. Ладно, это не что-то непоправимое. Это что-то очень хорошее. Ведь я люблю кушать. Евгений очень любит кушать. Так, вот следующее у нас, правильно? Следующее. Это гольф. Гребанный гольф. 8 плюс 9. Ну сколько? Откуда я должен знать? А что, математик? Профессор. 7, 8, 1, 2, 6, 1, 4, 4. Ура! Я починил. Декал. Откалибруй гольф. Молодец. Откалибровал. Теперь тельт окалибруется. Индия еще не отвечает. Хорошо, гольф нормальный. А Индия говно. Теперь следующее. Это отель. Погодите, отель работает. Какого фига? Почему он у меня оказан как нерабочий? Я не знаю. Откалибруем. Отлично. Ромео не отвечает почему-то. Чиню один, трое ломаются. Блин. Хорошо, давайте, наверное, сначала найдем Индию. Повезло, что Индия очень близко. Индия починилась. Дальше у нас есть Виктор и Сиера. И Ромео еще. Давайте Виктор, по-моему, был ближе. Опа, оказывается, есть шифт у квадрика. Мы можем ускоряться еще быстрее. Это мы запомним. Теперь Виктор на самом краю карты. Виктор откалиброван. Господи, какой кайф с шифтом ехать. Вот и Ромео. Ромео в полном порядке. Остался Сиера еще. И, кстати говоря, есть команда консольная, которую я ни разу не использовал. Тиэр Чек. И, судя по всему, речь идет о трансформа... Да, трансформаторы. Каких они сейчас в стадиях? У нас есть трансформатор номер один в стадии 26 циклов. То есть скоро нам будет проблему устраивать. Нам нужно его найти. Мы можем нажать вот так вот? Таргет ТР1. ТР1 есть! А это тот самый мега кровавый трансформатор. Теперь мне надолго хватит. Не будет вышибать. Я думаю, самое время возвращаться на базу. Чего по сигналу? Есть! Наконец-то! Сохранить. Потом мы тебя сюда вставляем. Воспроизвести. Текстово не найдено. Все туда шоу. Хорошо. Значит, сохранить сигнал. Наверное, и импортировать. Все. Сигнал номер два. Надо еще третий. Вот он. Есть! Эффективность 43! Нифига себе! Впервые такая охренительная эффективность. Пойдем в свою чистую, супер чистую спальню спать. Проснемся опять супер поздно ночью. Здесь только сейчас без кошмаров. Вот не хотелось бы. Что это? Что это? Что это? Что это? Какого фига это было? Знать, лучше кошмары ночные. Потому что вот это происходит наяву. В 0.50 проснулся. Как там сигнал? Скачался? О! Вот это что такое? Как сохранить сигнал? Кажется, это что-то страшное. Проиграем. Что? Что? Черт, 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 дрон на нервы действует. Это как будто музыка. Инопланетная музыка. Ах, боже, это какое-то пение. Ангельское пение. Ах, мурашки по коже идут. Представь, ты вот так вот в космос заглядываешь, ловишь сигналы и ангельское пение слышишь. О, блин. Еще и вспышка света. Ну, рай. Райские небеса где-то там есть далеко. В сотнях, тысячах, миллионах световых лет от нас. Так вот сейчас что-то жутковато становится. Еще больше жутковато. Однако это самый интересный сигнал, который я поймал за все время, пока играю. То есть игра все-таки продолжит подкидывать мне интересные сюрпризы. Я не знаю, давайте просто импортируем. Мы послушали эту жуткую музыку. Теперь можем это все дело отправить. Вот здесь поставим. Ну что, вызываем дрона? Ай, погоди, дрона я сказал вызвать. Кто? Ой. Что? Что-то я встал на месте, задумался и теперь... Кто меня постриг? Дрон летит. Зачем он летит? Что происходит? Я забыл. Я его вызвал. А, чтобы что? Мне же нечего ему отдать. А ты зачем прилетел, собственно? Он нанес мой воздух. Ладно, на самом деле я записываю эту часть уже в другой день. И у меня прям отшибла память. Я не помню, что я тут делал. Это тоже проделки пришельцев, конечно же. Ну что вот это такое сверху у меня? Смотрите, 109. А, все-таки я отправил какую-то коробку, видимо. Блин, это какой-то... А, вот, теперь все нормально. Во-первых, надо поесть, мне кажется. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Окей, у нас есть с вами еще одна страница. Давайте сделаем отчет. Браво, Майк Кюбик. Хорошо. Браво у нас есть. А что за Майк? У-у-у, у нас есть еще целый спутник Майк, которого мы ни разу еще не посещали. Ладно, пойдемте, не знаю, надо найти Майка. Вообще есть тут такой? Дельта, Майк... Ага, реально есть. Я пешком схожу. Вот он, кстати. В целом, это не так далеко. Майк ни разу за всю игру тебя не посещал, представляешь? Вот это халатное отношение. Хорошо. Майк и работает. В таком случае нам нужно его хэш, но это должен быть последний, мне кажется. Вот так, копируем и вставляем. Теперь у нас есть отчет. Еще я бы откалибровал. Майк откалиброван? Майк, хорошо. Вот сейчас будет откалибровываться. Сервер Оскар калибруется. Джулиет не отвечает. Итого, пока что три не работает. Я не буду сейчас лазить, искать, где они находятся. Просто я квадроцикл не взял с собой. Не хочу расхаживать тут на своих двух ногах. Давайте-ка начнем поиск сигналов. Здесь какой-то маленький есть. Он прям рядом. Пожалуйста, пингуй. Отлично. Картинка начала формироваться, но почему-то здесь ничего не показано. Довольно-таки неплохая загрузка. Давайте зайдем в магазин. Нам нужно... А, улучшение. Хочу улучшить нашу скорую загрузку. Ладно, мы ее уже улучшали. Хорошо, какие еще есть модули? У нас есть автоматическая обработка сигналов за 90. Квадроцикл. Солнечная энергия за 400. Визуализация спектрограммы. Давайте. Вот это интересно. Возможно, что-то стрёмненькое, но оставим. Потом улучшение. Можно стабильность сервера, размер фильтра и еще что-то одно. Включить скорость радара. Надо быстренько посмотреть, есть ли у нас какая-нибудь еда дополнительная. Кофе. И-и-и-и-и все. Стоп. Открывайся. Это все. Обидно было обнаружить то, что у нас нет еды совсем. Давайте-ка посчитаем все-таки все наши спутники. Их 25. А точнее даже 24, поскольку вот это наша база. А здесь у нас 24 записано. 23. У нас тут по алфавиту все. У нас нет О. Мы можем сейчас поехать к О. Надо быстрее бабло зарабатывать. Вот черт, закупился бы едой, не было бы этой проблемы. Оскар. Вот кого нам не хватало. Твой хэш. 1.4. 9. D. A. 5. B. 4. 0. 3. Ну что ж, получается мы все спутники уже с вами посмотрели. И это замечательно. Плохо только то, что у нас с вами нет денег. 16 еды. Надо срочно добраться до дома. Ай, блин. Извините. Все. Я буду здесь болеть. Дома и стены лечат. Ну-ка, тут есть гриб. Давайте его съедим. Да, я немножко покоцался. Но я и поел немножко. Я даже не понимаю, где здесь ХП, кстати. Ни разу не видел здесь шкалу ХП. Могут быть вот это. F1. 87.6. Понятия не имею, что это такое. Ой, не знаю. Может быть разогреть, если. На 15... Да, 15 секунд. О, таракан. Мерзость. Хотя с другой стороны. Еда. Ох, тут целая куча. И они превращаются в бургеры. Ну-ка, есть вкусно. О, какой вкусный. Такой здоровый. Да елки-палки. Ну, выползай оттуда. Не надо прятаться, дружище. Вот ты где. Мням-ням-ням-ням. Есть. 38 еды у меня теперь. Нужно еще больше тараканов. Смотрите. Это спасение. Да, это же настоящий бургер. И что, прям будет очень вкусно. А, 39. 45. 51, а. Very nice. Very good, белиссимо. Это значит, что у нас теперь полно времени, чтобы осуществить мою задумку. Задумка следующая. Нет, не эта. Там вдалеке я видел вышку. Вышка находится за пределами карты. За забором. Но так как мы знаем, каким образом можно выехать за пределы забора, я подумал, что туда можно сгонять. Зная эту игру, скорее всего, на вышке нас ждет какой-то сюрприз. А вон и та самая вышка. Я просто не знаю, есть ли там где-то брешь в заборе. Она точно есть где-то... Еще одна вышка. Вот этот утес нам нужен. Будем надеяться, что это не роковая ошибка. Я, кстати, до сих пор не знаю, можно ли в этой игре сдохнуть по-настоящему. То есть может ли напасть на нас какое-то чудище. Смотрим, смотрим. Вышка. Вон ты где. Что это? Что ты делаешь? Что ты делаешь, игра? Что я делаю? Секунду. Бам! Нет, нет. Они поставили стенку невидимую. Ох, я так близок. Стоп. Это может быть тоже часть магии этой игры. Нет. Что-то я все-таки могу как-то подъехать. Может быть, я могу как-то пробраться сквозь невидимый лабиринт. Это мне напоминает историю Лавкрафта. Стены Херрикса называется. Насколько я помню. Кстати, прочитайте. Реально крутая история. Все. Здесь никак нельзя проехать. Еще есть надежда на ту вышку. Тут видите, какая-то даже тропинка есть. Остается мне, мы сможем вот здесь перепрыгнуть. Конечно, сможем. Надо только хорошенько разогнаться. А, черт. Меня просто развернуло. Давай. Давай. Оп. Ну, в принципе, это было ожидаемо. Надо бы поднять его. О, все, я выжил. Вот вышка. Пожалуйста, хочу. Хочу посмотреть. Все, ладно. Мне просто дали по роже. И я еду обратно. Странно, что разраб ничего не добавил туда. Не, возможно, здесь есть что-то за пределами. Не зря же он забор так поставил. Но наткнуться на этот секрет, который есть или нет, не знаю, будет очень трудно. Шансы необычайно малы. Итак, мы здесь. Кстати говоря, может быть здесь что-то есть. Например. Например. Бургер. Во-первых, собрать канистру. Собрать, собрать, собрать. Вот эту штуку я бы с собой забрал, кстати. У меня такой нету. Вот как бы пройти теперь, я не знаю. Так. Мне кажется, это реально. Вот. Что это? Я не знаю, что это. Я соберу это. Ладно, может быть, вот так сделать. Так, погодите. Оп. Отлично. Мы перемахнули. Немножко поломались. Но не страшно. Теперь сейчас будет темнеть, надо быстрее валить. Нагайски мы здесь. И тем временем у нас ноль денег. Пока выдалась свободная минутка, я рассортировал все спутники в алфавитном порядке. Афига нам не надо было, не знаю. Кстати говоря, часы надо поставить. Поставим, короче. Теперь я буду знать точное время. Также у нас еще есть вот эта штука. Понятия не имею, что это. Что-то древнее. Может быть, надо раскрыть каким-то образом. Может быть, можно молотком разбить. Я даже близко не представляю, что это такое. Пусть стоит здесь. А еще приятная новость. У нас с вами 5 баксов. Не знаю, что это такое. Баксы, наверное. На что мы можем купить? Пока что ничего, кроме печенья. 5 печенек мы можем купить. Подождем чуть-чуть. У нас тут скоро сигнал один скачается. Загрузка завершена. Сохранить сигнал. Проиграть. Что-то мерзкое. Тихо. Импортируем. Все. Первый пошел. Даже сразу в коробочку его. Ать. Сразу второй пингуем. Блин. А ты у нас будешь работать? Есть. Загрузка тоже пошла. 2 бита в секунду качается, кстати. Неплохо. В этот раз неплохо очень даже. Это значит, что мы можем пойти спать. Окей, давайте спать. Нам повезло. Эта ночь прошла без всяких неприятных сновидений. Что там уже? Скачалось что-нибудь? Загружена сотка. Сохрани сигнал. Давайте прослушаем его, может быть. Тоже какой-то уродливый сигнал. Похрен тогда. Необычайно быстро скачалось. Первый раз такое. Давай, ставься. Импорт. Полезай в коробку. Я сказал в коробку. Урод. Все, есть. На месте. И сразу ищем следующее. Я хочу 3 отправить. И получить много денег. Так, готово. Загрузка пошла. Не знаю, сколько мне придется ждать. Возможно, целый день. 15. Давайте пачку креветок купим. Заказать. Мы сейчас купим, поедим. И, наверное, нужно будет съездить все сервера поправить, чтобы загружалось быстро. О, няма идет. Пожалуй, пойдем завтракать. О, здравствуйте. Это гриб. Давайте его разогреем, что ли. Возможно, так он станет съедобным и безвредным. Большой грибочек. И, наверное, еще мы креветки сразу сюда положим. На 15 секунд. Креветки с грибами. Ну, по-моему, это очень вкусно. Должно быть вкусно. Так, еще. Давайте на секунды 10, может быть. Оп. Стоп. Смотрите, и гриб дымится тоже. Ладно, я его съел. Показалось, что мне стало больно. Фу, 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 фу. Ты будешь остывать или как сегодня? Да. Да. Да, 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 да. Есть. Хорошо, у нас 100 с плюсом еды. G, P, S, T, U. S, T, U. P, J. Вот такой у нас маршрут будет с вами. Окей, у нас сера починята. Теперь едем к танго. Танго отремонтирован. Следующий юниформ. Юниформ тоже готов. Осталось еще две. На очереди папа. К папе приехали. Калибруем папу. Смотрим, на что у нас еще. И Джулиет последний остался. Джулиет. Калибруем Джулиет. Пожалуйста, давай. Гольф. Ну, конечно. Кто-то должен был еще сломаться. Калибруем Гольф. Пожалуйста, давай. Все, без косяков. Неужели? Впервые такое, что у меня работают абсолютно все. Там, возможно, уже сигнал скачался полностью. Ведь мы все починили. Скорость должна быть безумная. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас там по сигналу. Э? Сотка. То есть проиграем. Хрень. Импортируем. Вот, сейчас нам дадут. Наконец-таки много денег. Открепим листочек. Отлично, вызываем дрона. Придется сразу начать искать. Строго вверх. Сигнал. Пошел процесс. Скорость скачивания. 9, почти 10 байт. Бит. Не знаю, чего там. Это потому, что мы все починили и откалибровали. Вот оно что. Оказывается, если за базой следить по-настоящему, то можно очень быстро выполнять задание. То есть балду пинать не рекомендуется? Офигеть, с какой скоростью я могу сейчас выполнять задание. Главное просто поддерживать все в работающем состоянии. И тогда все будет работать, представьте себе. Проигрываем. Э, загружен уже. Я нажал сохранить сигнал. Почему не сохраняет? Я не знаю, почему не сохраняет. Окей, давайте сделаем отчет. Эхо, отель и фокстрат. О, вот мы сохранили. Наконец-таки. Я не знаю, как это получилось. Возможно, потому что я создал форму отчета. Ладно, давайте вставляем. Хочу проиграть. Кал. Все, пожалуйста, сохраняем. Кстати, давайте едой запасаться. Креветочная пицца. Раз. Бананчик, может быть. Нам все равно нужно питаться очень разнообразно. Тако. Сыр. Обязательно креветки. 103. А, что-то я... Давайте пиццу уберем. Нафиг надо. Упаковка лапши. Печенье. Вот столько штучек печенья и давайте. На перекус. Все, отправили. О, дрон уже принес коробку. Давайте теперь это отнесу все в холодильник. Господи, как много еды. Класс. Вот так и надо. Вот так, чтобы всегда жить. Загружено. Сохраняем. Почему не сохраняется? Да будь ты проклят, почему ты не сохраняешь? Блин, я не могу. Оно не загружается. Или загрузилось. Загрузилось. О. Оно просто сбросилось нахрен. Черт с тем сигналом. Не знаю, что с ним произошло. Почему он исчез? Я, пожалуй, пойду спать. Оп. Нет. Черт. Опять этот сон. Опять второй раз уже снится. А значит, это уже вещий сон. О, нет. А что произошло? Куда все исчезло? Я вижу дождь. Дождь все еще идет. Свет. Что это? Что это, блин, за звук? Слышали? Что это? Да, я слышу. Что это, блин, за звук? Как громко. И как не видно. Я слышу его. Что это? Я одновременно хочу и не хочу увидеть. Это что такое? Здесь было что-то. Вон там. Вон там. Пары. Я с тобой бегу, тварь. Они исчезли. Я потерялся. А куда мне идти? Ладно, это фонарик. Это хорошо. Да что это за звук? Она прям как будто сквозь меня проносится. База в эту сторону. Смотрите. Стало светло. Звук прекратился. Такое ощущение, как будто я продолжал быть во сне, но при этом ходил. Это было так жутко сейчас. Это идеальная игра, чтобы постепенно сходить с ума. Сигнал. Скачался. Ура. Можно послушать? Пожалуйста. А, у меня здесь их два. Так я скачал все-таки, просто по-тупому сделал. Я понял. Говно. Импорт. И последний. Проиграем. Такой же уродливый, отвратительный звук. Просто не знаю, зачем этим нашим ученым это нужно, но раз хотят, так пусть получат. Все, есть. Пожалуйста, забирайте. Посмотрите, у меня стамина вообще не восстановлена. Отчего она так израсходовалась? Все, ложимся спать. А, нет. А, я слышу, я слышу дроны где-то там. Где-то там, в реальности. Что это, фигуры? Фу! Да дайте мне же поспать. Дрон меня разбудил. Я хочу спать. Слышите? Кошмары не восстанавливают ничего. Если меня ловят, видимо, во сне, то я очень мало восстанавливаю стамина. Или наоборот, отнимается она. Это была безумная ночь. И чтобы не потерять остатки рассудка, на этом мы с вами закончим этот видос. Продолжим в следующей серии. Если вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Ссылки будут в описании. С вами был Юджин. Всем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok